Друзья, привет! Ну как? Готовы погрузиться в культурное пространство? Я уже здесь. В слову, это Площадь Мира, крупнейший выставочный центр современного искусства в Сибири. Ну а вы поскорее присоединяйтесь. Итак, сегодня в программе. Мама, первое слово, новое слово, каждой судьбе. Семья в подарок. Как искусство помогает обрести детям новый дом? Большие гастроли. Чем удивили казахстанскую публику сибирские артисты? Красноярский краевой театр «Кукол». Итоги первой региональной премии «Зрительское признание». Кого назвали любимыми артистами жители края? Салем, свезды, карганэмэ, куанэштэмэн. Или «Здравствуйте, рады всех видеть». Именно так приветствовали сибирских артистов в Казахстане, где недавно в рамках федерального проекта «Большие гастроли» побывала труппа Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского. Сибиряки представили два спектакля – оперу «Князь Игорь» и балет «Раймонда». Наша съемочная группа побывала в этой творческой поездке тоже, так что подробности из первых рук в следующем сюжете. Кажется, только этого зрители и ждали. Известнейшая композиция, хор половецких девушек, да и сама опера «Князь Игорь» звучат в зале Национального театра Казахстана впервые. Хотелось удивить зрителей, говорят красноярцы. В октябре «Астана опера» привозила на первый фестиваль Хворостовского в столице края спектакль «Евгений Онегин» и он произвел фурор. Так что в ответные гастроли сибиряки отправились во всеоружии. Два шедевра, два хита, две визитные карточки Красноярского театра оперы и балета. При этом и в той, и в другой постановке есть близкий местному зрителю тюркский колорит. Мне кажется, вообще опера «Князь Игорь» приехала на свою родину. Это музыка, потому что ведь настолько она красива, поэтична. И это восточная музыка. И интересно, я думаю, будет узнать, а многие знают, что вот этот так называемый половецкий танец, это ведь танец кепчаков. То есть это все очень взаимосвязано. Настолько, что именно кочевников кепчаков казахи считают своими предками. Схожи и язык, и костюмы, и традиции. История наших государств связана неразрывно, и это не может не отразиться в культурном наследии. Но как когда-то сам Александр Бородин, автор музыки и либретто, так и сегодня зрители понимают, баталии хороши в меру, миром же всегда должна править любовь. Поэтому жарче всего в зале встретили романтическую линию сына князя Игоря Владимира и ханской дочери Кончаковны. Не судите строго за такую экспрессию. Уже после спектакля мягко улыбается княжич Владимир Игоревич. Он же солист Красноярского театра Михаил Пирогов. На такой сцене эмоции просто захлёстывают. Вы видели этот зал? Видели объём? Это же настоящий храм искусства. Когда первый раз я увидел театр, я просто был в восторге. То есть вот именно масштабы архитектуры впечатляют. И что важно для певцов – акустика. То есть вот именно свойства акустики очень как бы есть свои нюансы, но нюансы в положительную сторону. И зал, зрительный зал, конечно, это что-то. Да, здесь всё в превосходных степенях. Не только размах, но и гостеприимство подтверждают артисты балетной труппы. Радушие у казахов в крови. Для прогона танцевальных номеров гостям из Сибири отвели лучшие классы. Балет Раймонда – вершина мирового хореографического искусства. Сцена новая, без репетиций не обойтись. Ну так поставили Марьюсон Петипа. Здесь восемь вариаций только у Раймонда. Это колоссальная редкость вообще в классическом балете. Раймонда труднейший, он называется Раймонда. Труднейший, труднейший балет. За главную роль красавицы, получившей в один день предложение руки и сердца сразу от двух пылких юношей, рыцаря Жана Дебриена и Сарацина Абдеррахмана, исполнила звезда балетной сцены Елена Свинко. Девушка танцевала во многих залах, не раз побеждала в международных конкурсах и даже официально признавалась одной из трех лучших балерин планеты. Говорит, рада, что первая Раймонда на этой сцене будет именно ее. Это нереально приятно, танцевать на такой сцене, вообще в таком замечательном театре, который известен на весь мир. На самом деле это очень волнительно, выходить на такой огромный зал, просто публика, очень, я рада, что очень тепло принимала наш театр. Оба спектакля прошли с аншлагом, и каждый раз зрители не отпускали красноярцев с подмостков по несколько минут. В Казахстане принято бурно встречать артистов, и зал не подкачал. За что балет вообще любите? И наш, может быть, полюбить. За изящность, за костюмы, за пластику. Обалденный балет. Точно так же и обалденная опера, князь Игорь. Голоса изумительны и декорации. Да и образы хороши. То ли так проникновенно была игра актеров, то ли взыграла горячая восточная кровь, но больше всего в зале переживали за героев-соплеменников, пусть и только в Либретто. Рыцарю Абдирахману, например, достались самые горячие аплодисменты. Да, за него болели. Очень обидно, что он влюбился в какую-то красавицу и из-за нее потерял и жизнь, и государство. Светлана Гузи, директор Красноярского театра, такой оценки улыбается и говорит, это хорошо, что зрители так лично принимают наши спектакли. Но мы умеем удивлять не только на гастролях, но и в родных стенах. В репертуаре сегодня 30 оперных и 30 балетных спектаклей, не считая двух десятков отдельных постановок, единственные за Уралом детской оперной студии. Мы выпускаем безумное количество спектаклей, и у нас до 11 премьер в сезон. И самое, наверное, интересное, что в этом году мы сделали несколько экспериментов. Мы заказали аж 4 современных оперы, современных композиторов. Эти спектакли пройдут в рамках проекта «Искусство в квадрате», и их можно будет увидеть уже в декабре и январе. Ведь с зарубежной гастроли труппа театра уже вернулась. Следите за афишей на сайте и готовьтесь встречать артистов так же жарко, как и казахстанская публика. Мама, даже произнося это главное слово, чувствуешь тепло родного человека, вспоминаешь детство, семейные вечера и праздники. Но, увы, есть те, для кого все это пока лишь мечта. Дети, оставшиеся без родителей. О том, как искусство помогает найти семью детям, расскажу в следующем сюжете. Один номер, другой. Репетиция продолжается. И строгая обычно руководитель детской оперной студии Наталья Владимировна немного смягчает голос, обращаясь к нескольким малышам. Ну, прирожденные артисты, спектакль будет супер, вы молодцы. Молодцы довольно улыбаются друг к другу. Похвала приятная, а заслуженная вдвойне. С первого взгляда и не поймешь, но среди этой ребячьей кутерьмы есть дети, чью судьбу легкой не назвать. У одних нет родителей вообще, у других они лишены права так называться. Участие в добром проекте «Семья в подарок» для этих ребят – реальный шанс найти маму и папу. Для них этот привет со сцены. Суть проекта проста. Дети, оставшиеся без попечения родителей, участвуют в настоящем спектакле, на который придут настоящие зрители. Их, задорных, классных, ярких – Настя, Матвеев, Саш – обязательно увидят те, кому не хватало именно их. Увидят и примут в свою семью. Придумала проект Наталья Боброва, сама мама и супруга, а еще ведущая солистка балета Красноярского театра. Говорит, помогать людям хотелось с юности, а когда появилась любимая дочка, позволить себе пройти мимо детской беды просто не смогла. С легкой руки Натальи в ее театре появились особые постановки. Партнер доброй акции – фонд «Красноярье без сирот». Есть специальная школа родителей, опекунов и много чего еще. Они звонят в фонд. Вся информация о детках есть и на нашем сайте, и на сайте фонда. И кому интересно, могут позвонить. Там все про детей написано. И, пожалуйста, кто хочет. За пять лет существования проекта из 45 маленьких артистов, главных людей в их новой жизни нашли почти все. И эта история до конца еще не дописана. Процесс усыновления не быстрый, но главное – есть неравнодушные люди. Перед показом спектакля один из руководителей фонда «Партнера» рассказал историю своей семьи и маленького Вани. У этого мальчика мама и папа были государством воспитателей, нянечки. У него не было своих игрушек, своей кровати, своей тарелки и ложки. Когда мы приходили навещать его, поигравшись, насмеявшись, уходя, он закрывал лицо руками, вставал в угол и плакал. Через некоторое время мы забрали его. В этом году постановкой проекта был выбран хорошо известный подноименному фильму мюзикл «Мама». Задействованы в нем всего несколько взрослых артистов. Остальные роли исполняют юные солисты образцовой оперной студии и воспитанники детского дома. Важно, что, будучи участниками большого процесса, они учатся ответственности, становятся более открытыми и прокачивают творческие умения. Возраст детей разный от 3 до 16. И каждому в работе артиста театра любопытно что-то свое. Я играю белку в этом спектакле. И да, здесь очень нравится. Ну, сцены я не боюсь, так как я маленькая. У меня бабушка работала режиссером, и я выступала часто. Ну, а так все очень интересно и нравится. Ну, хотела бы быть артисткой в будущем. Да. С самого детства об этом мечтаю. Одни из самых маленьких участников наоборот. Говорят о продолжении актерской карьеры, пока не думают. Зато очень хочется найти друзей, с которыми можно играть. И еще, чтобы поскорее выпал снег. Я, Настя, я люблю снежки лепить. А еще что? Играть. Понятно. Матвей, ты что любишь? Играть в машинки. В этот раз на большую сцену впервые вышли 18 маленьких актеров. И каждый был настолько искренним, что коллеги-артисты признались, будут очень скучать по ребятам. Но главное, чтобы в преддверии Нового года все их желания поскорее сбылись. Ну, я желаю им семью, маму, папу и всего счастливого в семье, чтобы у них были родители, они были счастливы в своей семье. Я хочу тоже, чтобы они нашли свою маму, своего папу, свою бабушку, своего дедушку, может быть, даже сестер, братьев. Я хочу, чтобы у них было счастье всегда. Я хочу, чтобы у них тоже было счастье всегда и их побыстрее разбирали. Ну, я знаю некоторых детей, у которых просто родители виноваты, что они остались в детдоме. И поэтому я хочу, чтобы у них было все, чего они пожелали. А сейчас коротко о том, чем была богата культурная жизнь Красноярска в последние дни. Итоги первой народной региональной премии «Зрительское признание», уникальные гравюры и не только. Красноярский краевой театр «Кукол». В аккурат к новогодним праздникам в краевой филармонии состоялось официальное закрытие года театра. К мероприятию было приурочено и торжественное вручение первой народной премии «Зрительское признание». В течение целого месяца гости муниципальных и государственных театров региона голосовали за любимых исполнителей. Номинаций было две – лучший артист и лучшая артистка. Победителей выбрали 28, каждый получил сертификат на 100 тысяч рублей. Не красоваться собой – это дарить свое тепло зрителям, и в ответ же мы получаем что-то. Аплодисменты, ну, тепло. Полный список можно найти у наших коллег на государственном портале «Культура-24». Выставка, посвященная творческому наследию одного из лучших мастеров графики СССР, разместилась в галерее изящных искусств в центре Красноярска. Имя Николая Сальникова накрепко связано с периодом освоения Советского Севера и покорения человеком сибирской природы. В экспозицию включены 50 авторских работ, выполненных в различной технике, как печатной ли на гравюре, литографии и гравюре на дереве, так и оригинальной в акварели, гуаши и карандаше. В этом году Николай Сергеевич отметил бы 95-летие. Сегодня работы художника хранятся во многих коллекционных собраниях мира, в том числе в Государственном русском музее. Особо творчество мастера берегут в его семье. Просто он умел сделать краску в работе. Этим он и все удивлялись, что такие работы больше никто, говорит, не сделает. Только Сальников Николай Сергеевич. Даже сейчас дать графику, дать доску, и он не отпечатает. Здравствуй, Юрий Гагарин. Здравствуй, на сибирской земле. В Красноярском аэропорту покажут фильм о крае в честь 85-летия региона. Некоторым кинокадрам этой уникальной ленты более века. Название документальной картины – «100 лет хроники территории Красноярского края». Показывать ее будут на большом экране главного терминала фрагментами по 2-3 минуты. В Минкульте уточнили, что хронику можно будет увидеть до Нового года. И на сегодня, пожалуй, все. Увидимся на Енисея. Нескучных вам выходных. И главное, помните, произведение искусства является уникальным результатом уникальной личности. Субтитры создавал DimaTorzok